Это очень мастеровитые футболисты, это люди, мастера футбола были. Это люди, которые, вот как сейчас мы смотрим, там Бавария, мы смотрим Барселона, мы смотрим, что футбол приблизили к искусству. Так и тогда было. Собрать 100 тысяч людей, средняя посещаемость 80 тысяч на центральном стадионе, люди платили деньги, люди шли на футбол, потому что так просто на зрелище, если нет зрелища, людей никого не заманишь туда. Братья Кирков играли, там Эдстрем играл, там достаточно хороших, много футболистов играло, но игры по мяче, которые были забиты, да, они все были логичны, они были, было преимущество, но с такими командами играть на одном уровне очень сложно, и, конечно, там были достаточно сильные футболисты, которые делали контратаки, там вообще был Кирков убежал один на один и забил мяч за 7 минут до конца. Мы, когда приехали туда, мы практически проигрывали там, и там очень сложная игра, там у них Эдстрем играл, который по 2 метра, и счет был уже достаточно комфортный. И когда я вышел, забил мяч, мяч забил, и все, это закончилось. Я не знаю, что было бы, если бы не забили этот мяч, и с тем преимуществом, которое играло по СВ, что они делали, и как Эдстрем играл Срежка, могло быть все, что угодно. Мы говорим, что Лобановский время опережал, и Трошкина сделал крайним защитником, хотя он играл в других командах и полузащитника. У него был навык игры в атаку, хорошее исполнение было, хорошая скорость, хорошая передача, также то, что и касается и Матвиенко. И все, кто оказывались на фланге, они были обязаны исполнять эти передачи, а те люди, которые находились на противоположном фланге, они должны были замыкать эти передачи. И, в принципе, это все было доведено до автоматизма. Он нелогичный, может быть, что я немного за свою карьеру забил мячей головой, но, тем не менее, он был эффектный, он был красивый, он был в такт, исполнение было и передачи, и забивалось. И этим голом сняло все напряжение, и все поняли, что мы в финале.